Ну а далее в эфир выходит Мариуполь и моя коллега Эльвина Сеидбулаева. Эля, здравствуй. Выстрелы вблизи Мариуполя сегодня были слышны? Да, Лёша, боевики атакуют наши позиции на окраинах Мариуполя. С самого утра мы побывали на одном из этих блокпостов. Это недалеко от села Гнутово, сразу за ним территория подконтрольная, так называемый ДНР. И мы слышали, как звуки тяжелых орудий. Сегодня с минномета у нас обстреливают. Сейчас в любой момент может начаться обстрел. Не понимаете, вы же слышите, да, пристреливают оружие. Работали мы на этих позициях примерно 10-15 минут, и тут внезапно начался обстрел. Боевики открыли огонь из ствольной артиллерии. Серьезно ли? О, так, пьем. Бегом по машинам и по металлическим. Звуки запаса слышны по всему городу. Больше всех страдают жители сел, прилегающих к блокпосту. Вот на этом дачном массиве на окраине Гнутово разрушены или пострадали десятки домов. Люди пытаются спасти хоть что-то. Была дача. А что от нее осталось? Ну, фундаменты и пару стен. Так что там все, что осталось. Больше ничего там. Ну и еще несколько дач там уничтожены. То есть огнем с той стороны. Да это дача, то что осталось. Мы спали и с просонья все подорвались оскоки. Оно бухнуло четыре раза, по-моему, как дало. Так мы все попросыпались, все давай бегом одеваться и к стенке. Встали и стояли. Ну а куда? У нас подвала нету. Во время так называемого перемирия наши разведчики наблюдают техники. У противника... Великой силы. Там деколька десятков, майже пів сотни тактичных угрупований, которые спрямованы против нас. Поэтому велика кількість. Там наш противник, он собирает силы, продолжает накопичивать ресурсы. И вчера ночью на восточной окраине Мариуполя боевики атаковали наши позиции. Их было примерно 10 человек. Они ранили одного бойца. К сожалению, по дороге в больницу он скончался. Ему было 20 лет. Из Днепропетровской области. Потому что это были люди обученные, умеющие обращаться с оружием. Как бы это однозначно. У нас был товарищ ранен шею. А вот тяжелое ранение. До больницы мы его не довезли, не спасли. Мы все переживаем. Но я думаю, что за него отомстим. Из-за возможных диверсий в Мариуполе ограничили въезд в город с восточной и северной стороны. Лешина, у меня на этом пока все. Ну вот такие дела в Мариуполе. Узнали мы их от Эльвины Сидбулава. Эля, спасибо тебе за работу. Спасибо. Спасибо.